Всем привет! Это обзор кроссовок для трейл раннинга Salomon Sense Max 2. Это уже второе поколение. Ранее кроссовки назывались Sense Pro Max. Фактически, принципиально, здесь никаких серьезных изменений нет. Эти кроссовки предназначены для людей, обладающих весом выше среднего, для людей, обладающих широкой стопой. Здесь довольно-таки широкая колодка, очень большое количество амортизаций в пятке и в передней части. Такое большое количество амортизаций достигается за счет системы Vibe, которая встроена в промежуточную подошву. Что такое Vibe? Это комбинация двух систем. Первая это Energy Cell Plus. Что такое Energy Cell Plus? Это EVO разных плотностей, из которых состоит вся промежуточная подошва. В эту промежуточную подошву встроены дополнительные вставки, которые называются Opal. Они есть в пятке и есть в передней части. Они очень хорошо амортизируют. Это не пена, это не гель, это волокнистая вставка. Особенность материалов, которые используются при разработке вставок Opal, в том, что они не подвержены деформированию при сдавливании. То есть они не только увеличивают свойства амортизации промежуточной подошвы, но и увеличивают ее срок службы. Когда у вас EVO начнет уже продавливаться просто исходя из того, что вы очень много бегали, эти вставки будут продолжать работать и давить вам комфорт. Торсионная жесткость, как и поперечная, в промежуточной подошве Salomon Sense Max 2 довольно-таки высокая. То есть это в очередной раз подчеркивает, что эти кроссовки предназначены для людей крупной комплекции. Протектор в кроссовках довольно низкий, высота его всего 3 миллиметра. Такой рисунок предназначен для твердых поверхностей, для бега по грунтовым парковым дорожкам, по лесным тропинкам. Он не предназначен для бега по жесткой грязи, по технически сложным маршрутам, поэтому лучше всего их использовать на относительно безопасных маршрутах. Также в передней части кроссовка в промежуточную подошву интегрирована дополнительная вставка Profil Film, которая защищает стопы от пробивания камнями в момент приземления. Верх кроссовка выполнен из двухслойной, хорошо дышащей и хорошо отводящей в воду сетки. В кроссовках Salomon Sense Max 2 довольно-таки плотный обхват и фиксация стопы. Достигается он за счет комбинации нескольких систем фиксации. Первая это Sensifit и встречается она на всех кроссовках Salomon. Это технологичные полосы, которые расположены по бокам кроссовка. При затягивании быстрой шнуровки Quick Lays, которая убирается в дополнительный кармашек на язычке, эти полосы плотно обхватывают стопу и фиксируют ее внутри колодки. Кроме этого, здесь есть еще одна система фиксации. Называется она Endofit. Endofit это эластичная перемычка, соединяющая язычок кроссовка с подошвой. Когда вы затягиваете шнуровку, эта система очень плотно придавливает вашу стопу к подошве, тем самым не дает ноге скатиться вниз в момент спуска. Кроме этого, здесь есть жесткая чашка в пятке, которая также хорошо фиксирует голеностоп. Высокие борта только способствуют плотной фиксации и безопасности. Стелька в кроссовках стандартная для Solomon Ortolite, она также неплохо амортизирует и дарит ощущение комфорта. Носок кроссовок усилен дополнительной накладкой, которая защищает пальцы в момент втыкания какие-то препятствия. Подводя итог, можно сказать, что эти кроссовки предназначены для длительных тренировок и соревнований, предназначены для тех, кто выбирает в первую очередь комфорт. Вес кроссовок 285 грамм для размера 8,5 UK. Перепад от пятки к носку 6 мм, 31 мм пятки, 25 мм в носке. Это был обзор кроссовок для трейл раннинга Solomon Sense Max 2.